во имя отца и сына и святого духа вторая книга торы то есть эти книжи моисеева исход 17 14 и сказал господь моисею напишись и для памяти в книгу и внуши иисусу что я совершенно изглажив память амеликитян из поднебесной впервые встречается это слово книга подписать разговор мы едем человек видит у меня библия лежит он говорит а как эта книга называется я говорю книга но я спрашиваю как называются я говорю книги вы то ли не понимаете слова библия означает книги в мире больше никакая книга не называет сама себя своим именем книги библиос библиотека книга хранилище и вот первое слово книга это слово будет встречаться 117 раз библии кроме этого есть еще слово скрижали мы тоже посмотрим сейчас как господь относится к тому что у нас это все записано смотрите как богослужение идет книги особые выпущены открывают смотрят этому учиться надо здесь первое это зло сделал человек запишите о зле даже не о том как бог сотворил мир хотя мы все это напишет здесь это не было повеление написать как мир бог творил дальше как пали адам с евой что дальше было это уже сами написали это необходимость была а как же до этого действовали совесть зато он сговорит необычное слово совесть первичные евангелия пока евангелие не было написано люди действовали совестью одиннадцатая глава к римлянам совесть и кто судила то оправдывала и когда совесть перестала уже все слышать голос божий тогда бог в письменном виде дал поэтому мы ответственные за то что не так делаем более тех у кого книги не было ее не было вообще сейчас мы посмотрим как господь эти слова о книге говорил и как нам это взять сегодня это просто необходимо потому что ну мы не хотим может быть этого чтобы так говорили но наши общины все-таки не такие как везде вот храмы есть у нас священное писание на стенках есть бог дал повеление напишите где при входе в дом на косяках то есть и здесь они специально сделали коробочки где любимые тексты были они прямо сегодня евреи так и ну тут как бывает фонарик делают чтобы на голове был всегда при себе я видел как у них исповедуют молодые приходят молод не знаем как вот что-то у нас не ладится он говорит считайте тору пятикнижие другие приходят заболели молимся и толку нет считайте тору он не больше ничего не говорит это как будто бы человек не знает об этом вся суть ты за все должен благодарить при том если опасности какие-то пришли испытание божие зато вот и тогда усилиться благодарить и это все может отойти а нет значит ты получил благодарим господь еще тебя раз что-то сделает доброе мы сейчас считаем исход еще одно место прочитаем так помоги мне разобраться это вот исход 24 7 до все будьте внимательны потому что здесь хочется сказать следующее математику надо любить сколько у нас помещений вот это одно помещение вот это вот второе вот а третье коридор дальше 4 дальше трапеза 5 в пяти помещениях у нас слово божие по стенам где у нас нет помещение еще в алтаре нету комнате у батюшки 2 в детской 3 и откуда тепло идет 4 то есть у нас даже если там а будут будут только я хочу сказать сами дома посмотрите и предложите вот там где такой-то у батюшки здесь коридорчики тут прямо написано библия для детей или глазами детей пустите детей приходить ко мне у нас вот этих отдельно надписи сделанных так хорошо благослови господи нашу сестру надежду это она писала чтобы это вошло в наше сердце куда голову не поверни говорили а как и архиереи смотрят я не знаю как все смотрят но они они ничего не говорил а вот этот который сегодня митрополит у нас там написано о том что ты нарушаешь я призывал а ты не отвечаешь господь говорит прямо показать 15 6 и риме я сокрушу тебя господь я устал миловать он сразу подошел в первый раз а где-то написано у нас солнечные вещи задевали и затаилась как-то вот что значит человек не то что против а наоборот я в москве когда был у одного игумен приезжал здесь отец кирилл и у него он увидел это приезжал с детскими с детьми и у себя все так вывешал 7 мест я у них трапезная и 7 ошибок он тут же сказал проповедь во время обеда как мы слово божие не любим нужно было приехать с такой даже человеку и показать наши ошибки но который писал ну три-четыре слова то можно было посмотреть ты попробовать что эти изменить из указа какой дает президент или кто-то это никто не позволит или в судебных органах где-то точнейше до одной буквы это слово божие ведь у нас другого слова нет вот мы говорим библия я не знаю все языки но какие приходилось соприкасаться везде написано святая библия алигин библия как по-английски холл байбл святая прямо корочки так и написано святая библия святая книга почему у нас это не написано не знаю но я везде где сейчас встречается слово библия в наших книгах и приходится выставлять иногда и везде добавляю слово святая она святая всякое слово господа чисто но вот когда выходите и гляньте еще вот смотрите 28 9 прища кто отклоняет ухо свое слушание законно того молитва мерзость вот так думаетесь мы так молимся такой холод сегодня пришли сюда но мы молимся все это утверждено законно но если отклоняешь ухо от слушания закона а вы сами решите я уже сколько раз говорю если у нас давно с нами люди ни разу библии не прочитали ни разу новый завет еще не прочитали я спрашиваю а на чем сейчас считаете какой они не могут сказать это от нас зависит а если бы при на исповеди прямо было не только спрашивать там что тебе на ум придет а самые главные грехи первое нет света на чем бы мы говорили электричества то нету а библия слова божие то свет это жизнь человек который не знает слова божьего во тьме находится вот вам пример когда господу через 40 дней приступил дьявол и он три искушения которая вмещает все искушения мира и на все эти искушения иисус отметил одним словом написано так он сам автор господи ну скажи такое запишет ангел или кто-то будет писать уже написано сатана знаете эти слова и поэтому когда нападают где-то ты открывай слово божие так говорит господь я по-другому не могу это бог это наш владыка все что вокруг мы видим звезды земля жизнь это он и он автор все писание бога духовное и писали его святые божьи человеки будущее движимы духом святым и рукой и мыслью не надо искать противоречий нужно искать противоречий несоответствие моей жизни тому что написано вот за это будем и крепко отвечать вы помолитесь сегодня потому что завтра если господь позволит мне просто люди обращаются на такую тему проповедь сказать она пишет из германии я баременная у меня три дочери и говорят врачи что дочь будет но мне так охота и деворы назвать и называть минуту назовите девора это пророчница обычно нужно называть так какой день смотри в святых а библейские имена можешь не смотреть любой день можно назвать исааким абрамом библейского тоже хорошее какое ну девор мне пришлось заново все считать смотреть и молиться чтобы сказать но я возьму тогда две недели назад в интернет выставил кому хотелось бы услышать какую проповедь я никак не ожидал такой реакции с разных государств как посыпалось и к утру у меня было 40 заказов так это заказы не просто пойди магазин купить я вот это здесь две недели все толкусь на этом на одном но завтра господь сказал мне уже на сердце это положено лидер какие качества 6 воображение знания умение решимость беспощадность привлекательность вот первый у нас прошел завтра будет о знании будете молиться дома попросите господа чтобы хорошо это все получилось потому что я к этому готовлюсь уже недели две как первого рассказал чтобы не слова человеческое было а слово божие какую роль играет это знание попутно хочу сказать вот помните у нас была одна здесь она не членом было но кажется она же причащалась по и на соломоновну еврейка и она сказала у меня данных этих нет а у нее есть она говорит за двадцать тысячи лет у евреев не было ни одного неграмотного нет я верю в это 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 самый избранный богом народ это они знают очень прекрасно как они помогают друг другу получение грамоты всего видите она на это указала здесь так советская власть пришла ликбезы ликвидации без грамотности у меня отец и мать читать не умели отец потом пошел ну а кого уж пошел пятеро ребятишек вот сейчас мы это прочитаем и взял книгу завета и прочитал слух народу и сказали они все что сказал господь сделаем и будем послушны как написано просто вдумайся надо это не просто на бумаге буквы это господь говорит и буквы отпечатались как на скрижали книги все кто-то пишет книги боятся огня горит рукописи не горят но была одна книга которая не горит и вода и слякоть на нее не влияет помните скрижали который господь дал как он нес изображает и с какой радостью божья рука эти выжгла в камни а когда увидел что люди отступили он не посмотрел как по сегодняшний взял у библию порвал во гневе и ударил и все разлетелось а потом сам там выдаблил все эти буковки это очень знаменательно как мы должны ценить слово божие вот я знаю у мусульман так печатают газеты они по своим там говорят там что-то из своей книги то у них закон если ты в эту газету что-то завернул а там что-то божественно тебя под суд отдадут и бросил в урну не дай бог у нас ведь собственно точно так же должно быть не просто так если вот икона она потеряла лих то никуда бывало по водам пускают а так сжег ее и все чтобы нигде не было поругания даже крестят когда вода в купели никуда выливать попало специальное место отведенное мы чистые должно быть все чисто у нас здесь книг нет маковейских первый том говорит страшно считать когда язычники захватили израиль какие были законы ну прям советская власть у кого найдено будет слово божие казнить их казнили пытали этих людей никто чтобы детей не обрезал как советское время не крестите но крестила бабушка тайно батюшка призовет здесь та же самая была история и они обрезали тот и доказал хватает таких которые любят власть сообщили сразу вышел закон дитя этих убивают матерей раздевают грудям привязывают детей и гонят по улице на потом и их туда же то есть это надо было все придумывать и люди все равно шли на это потому что заквечить завет с богом быть послушным богом богу это временное если ты здесь не доказал что ты верен ему то там уже нечего доказывать непосильного нам господь не дает вот сегодня если не ошибаюсь 25 ноября заранее предупредили сегодня исполнилось одна цифра ровно 8 миллиардов людей на земле учитывая рождаемость смертность ну это статистика такая сегодняшний день это особый день 8 миллиардов но остальное дальше мы можем уже говорить есть такие которые поставили себе задачу совершенно не человеческую оставить полмиллиарда и уже не скрывают открыто выступают и представители всех стран что делать молиться господь разрушить сатанинские замыслы второзаконие 31 26 несколько мест откроем посмотрим как дух святой наставит нас на эту истину беречь слово божие второзаконие 31 26 возьмите сию книгу закона и положите ее одесну и ковчега завета господа бога вашего и она там будет свидетельством против тебя закон божий справа то есть это самая посчетная сторона этот закон будет против вас и как люди будут законом бороться вот представьте пророк а где пророк спрятался это еремея а у него такой тут саду рядом с ним он помогает записывает и прислали царю и акима 36 глава и но что сидел в это время температурах не сибирска но было холодно и рядом жаровня горела и рядом у него какой-то перащины ножичек был и он только просчитает полпредложения отрезает и в костер бросает ну может там в конце говорится что тебе добро будет зачем мне когда впереди ясно что против меня вот почему в библии 18 книг упоминается которых нигде нету они прям в библии говорится книга царей а где она павел когда просчитает у вас ваше послание возьмите владики а ладикистом пошли где на ладикисты и 1 коринфян оказалось вторым а второе третьим ну златоуз говорит небрежность плен а иногда вместе с письмом и авторы теряли все и господь сказал когда ему сказали что он сделал так господи напиши восстанови снова надиктовал добавь и вот это еще и поэтому то что если мы здесь вот имеем надписи какие они нас обязывают очень ко многому ну внимательно посмотрите все и душой твою благоговей перед господом уважая смещение как его как его уважать уважай сам его и дальше если ты уважаешь его скажи где неправильно потому что ему отвечать не за одного человека за всех он пастырь а весь овечка заблудилась упала куда-то в трясину не вылезла от волка не защитил мы должны быть внимательны ко всему написанному я спрашивал некоторых у нас в трапезной сколько написано ничего не считаю ну подними глаза вот эта сторона как бы для того чтобы женится не адам для его его для адама сотворена и он глава ей только вот это уже бы все разговоры прикословия жены исчезли а учить жене не позволяю не властвовать над божем смотри сколько старались люди на когда ты приходишь пораньше ну маленько сталь так развеся и скажи мой господь и даже здесь ты меня научаешь святая библия повелевает нам быть внимательным иисус на вина 18 сия книга да не отходит от уст твоих но поучайся мне день и ночь день и ночь дабы в точности исполнить написанное в ней меня особенно трогает слова в точности не то что буквоедство буквально вот сказано как так и сделай вот мы считаем сто восемнадцатый столом сто шестьдесят четвертый стих ну ты хочешь ближе быть богу написано седьмикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей златоуз говорит у царя не думайте что дел нету сколько приходят там и иностранцы и какие-то дела надо и смуты мятежи и все равно 7 раз в день становился на молитву какая молитва мы молимся через два часа ну так вчера уже прямо утвердили не больше восьми минут хотя бы а то уже стали по 15 минут молиться и у нас которые знают от вы тут все имена ваши упоминается перед богом и днем и ночью при том несколько групп идет одна там московская позже потому что четыре часа обстоит где-то это бог так сделал у нас упоминается святых только 74 кажется на молитве 100 поклонов в это время делается и ты все время чувствуешь так бы пошел куда то лучше отмолиться отмолимся тогда дальше вы присоединяйтесь у нас в одной взяли говорю сына это на как на фронт и сейчас мать все время с нами здесь такая радость ну и бог даст и сохранит и сына все взывают чтобы не оказались убийцами и бог вернул сюда домой дальше иисуса новина 23 6 посему по всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона моисеева не уклоняясь от него ни направо ни налево направо это еще святее охота налево это садыкея направо это православное тут не повернешься где у одного священника москве был все стены в иконах надписи нету и для в уголах голову подняла иконы прибывает прямо к потолку ну некуда а почему бы не слово божие икона но она не может когда да хорошо все мы признаем ну я смотрю и дальше ничего нету господь не повелевает это а повелевает то что мы не делаем вот дома тоже сделайте надписи вот у нас кто был там потеряевки от володином доме там трапеза вот такого размера плакаты вот такой примерно ширины ну и по сантиметрам у меня это вымерено где-то 12 плакатов я нашел 4 позиции насколько умно сделано на желтом черное особенно красочно выглядит и места писания внизу написано из библии на всех 12 и слова из библии глава стихи как стих одна цифра величина но все настолько умно сделано и они кажется намазаны с обратной стороны да только взяли наклеили еще сколько мы раздавали у людей это я думаю что даже не у нас это делали за всех надо молиться они библию сделали открытой потому вот у нас дошли там когда и написано омыты мы кровью иисуса христа кровью а да а впереди написано исаев 53 5 ранами его мы стрелились кровь это общее а то за рано пересчитать 5 ран и ради кого ради меня вот сколько у нас тут написано вот первое которое что вот это написать я смотрел у бакистов отделенных и эту фразу я себе взял я знаю что она так будет действовать я не знал пока у них не увидел написанной стене поэтому никогда не отрицайте то что еще не очень известно так 4 царств 22 с 8 по 20 стих единственный раз в мире говорится о том когда золото серебро послужили к открытию библии никогда больше не встречал и сказал хелкия предсвященник шафану писцу книгу закона я нашел в доме господня и подал хелкия книгу шафану и он читал ее и пришел шафан писец к царю и принес царю ответ и сказал взяли рабы твои серебро найденное в доме и передали в руки производителем работ приставленную дому господню и донес шафан перед писец царю говоря книгу дал мне хелкия освящение и читала я шафан перед царем оставленного заметьте как копали там ну ты смотри а там мусор видимо там может обрывки книг каких-то но пергамент еще копнул что-то твердое как полено лежит и вытащил на свиток она почернела такие пишут как константин дешендорф за дрова и монахи топят им печку не знаю что там золото ну и когда прочитали пришли в ужас царю надо скорее бежать сказать на всю страну ни одного экземпляра не было я не знаю как кому я когда это слышал и я не могу передать это наша страна это когда все отбирали как сейчас китае это против закона идет что ими как арестовывают других странах показали один вопрос ты библию взял перестал его так пальцы и разрезают как лапша и сразу засыпают чтобы она не срасталась и что с человеком делать конечно это все отобрано будет у христиан то это было дикт литианова 4 и дикта изданные любите вот это видели красный раздается святое евангелие где это кто-то же взял на себя расходы хорошо что крупно жирным шрифтом и благословение патриархи кирилла и когда останавливает это милиция отдыха не какие-то там свидетели его да я недавно спросила сколько примерно уже несколько миллионов два-три миллиона уже раздали миллионов и и тысяч вот когда люди знают куда средства отправить сделать потому что это ступени в небо человек когда считает и он сразу останавливается о чем тут говорится я вот с людьми много беседуя по интернету есть такая щад рулетка не каждый против говорит нет ну и сразу вы что можете нам сказать молодые люди мне главное дать свои ресурсы он зашел а там все у нас есть и книги исполнение что сегодня считали мы все это выставляем здесь вот господь нас обильно благословил в распространении слова божия так нас называют проповедническая община сша я нигде не проповеду вы молились когда мы ездили молились все я знаю кто бы не подошел все говорили как вы помнили а сколько раздали где проехали все государства европы скандинавия прибалтика россия 650 библиотек получили от нас полный комплект наших книг и брали с собой еще евангелие раздавали это господь взял щята молитва была услышана и нас бог побудил на себя человека такие не 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 возьмет это благодать божия она движет и дальше когда услышал царь слова книги закона то разодрал одежды свои и повелел царь хелке священнику и ахикаму сыну шафанову и ахбору сыну михеину и шафану пису и асайи слуги царскому говоря пойдите попросите господа за меня и за народ и за всю иудею о словах сей найденной книги вот это что что нас ждет если у нас нету слова божия я прошу нас вам говорил сегодня подтверждается это есть миллион дальше миллиард потом есть триллион потому что никто и там дальше квинтиллион квадриллион название какие это что вся станционарное обучение детей это обойдется примерно меры в 700 3 триллиона долларов люди вообще ничего не знают дети о чем будет смотреть это программу он бери другое а там все расположено молитесь за ближний задали чтобы господь весь мусор этот убрал чтобы снова вернулся в школу слово божие по-современному тут я только 18 лет сотрудничал с местной тюрьмой шел по камерам начитывал распространяли по всем камерам бибби беседа что я пропади считал но потом отказали в университете тут взяли 5 институтов захватил где приходилось вести занятия 13 школ везде закрыли это не в лучшую сторону пошло кто успел тот смел мы людям это дали насколько это было возможно я в городе ехал не один раз было вы здесь трамвай лапкин проповедуете женщина оттуда вы знаете да и преподаватель соседней 410 наша аудитория была а что вы не сейчас это отказали оказалось здание все предлежат москве она дала указание за меня губернатор там охота приехал и говорит ничего не могу сделать я недавно только был там чтобы они выдали справку сколько лет мы говорили там требуется где-то занятия как шли но за то что было за ректора владимиром звать за то что содействовал нам в этом деле мэр владимир помните я узнал что тот и другой умерли по-христиански я попутно сказать понимаете через слово божье каким людям мы вышли где посеяли молитесь чтобы господи по слову твоему посеяно дало обильные всходы вот я получаю даже трудно сказать из какой страны только не было что попали наши материалы вот нынче у меня такая ситуация была мы пришли главе администрации района он говорит а я смотрю ваши ролики адвоката дали он хотя уже пять раз пять лет говорю смотрю конечно и отношения то такое как будто бы давным давно знаем и далее потому что вели гнев господи который воспылал на нас за то что не слушали отцы наши слов книги сей чтобы поступать согласно с предписаны нам и пошел хелкия священник и ахикам и ахбор и шафа и осаия к олдаме пророчицы жене шалума сына тиквы сына фархаса хранителя одежд жила же она в вирусалиме во второй части и говорили с нею и она сказала им так говорит господь бог израилев скажи ты человеку который послал вас ко мне так говорит господь на виду зло на место сие на жители его все слова книги которую читал царь иудейский за то что оставили меня и кодя другим богам чтобы раздражать меня всеми делами рук своих воспылал гнев мой на на место сие и не погаснет а царю иудейскому пославшему вас попросить господа скажите так говорит господь бог израилев о словах которые ты слышал так как смягчилось сердце твое и ты смирился перед господом услышав то что я изрек на место сие и на жители его что они будут предметом ужаса и проклятия и ты разодрал одежда своей и плакал передо мною то и я услышал тебя говорит господь за это вот я приложу тебя к отцам твоим и ты положим будешь гробницу в твою в мире и не увидят глаза твои всего то бедствия которые я наведу на место сие и принесли царю ответ видите как пошло уже до царя и что он стать сказал она пророщица да как она говорит так вот здесь иногда мне некому помочь читать то но если странно что посчитала подумаю храме же надо молчать что молчать дальше библии считаешь ни одной буквы ты не добавила считать можно везде и всюду для ее пределов нигде нету для библии спрашивать даже одно слово это уже нельзя храме же надо молчать а считать слово божие никак нет запреты нет такого запрета для слова божия нет запрета я бы ты ни был пошел не забывайте что я сказал в этих помещениях какое выставить там слово божие дальше исайя 54 16 отыщите в книге господи и прочитайте ни одно из них не применит прийти и одну другим не заменится мы утром когда молимся и доходим до мучеников и в конце говорим перечисляем всех и дать и богоносец поликан с минус и юстин философ всех и в конце говорим господи укрепи народ свой дабы никто не принял начертания зверя антихриста на щелой или правую руку господи устрашив правителей мира и священства обманывающий людей что отсказано в тобою священном писании в библии можно как-то избавиться ты сказал что будут глады мор и землетрясения войны восстанет брат на брата народа народ царство на царстве добавил всему надлежит быть господи смирись чтобы все понимали это ты сделал по любви она никуда не денется это где-то рядом уже совсем рядом поэтому научитесь ценить то что у вас есть сегодня обвините глазами все родные близкие семьи посмотрите что у вас для еды есть для одежды во славь бога как один проповедник говорит 30 как старые кофейники ну что вы все время недовольны такие это радуйтесь павел говорит а сам в тюрьме сидит радуйтесь еще раз говорю радуйтесь гонители какие за них молись тебе господь такую радость потому что это награда твоя и риме 25 13 еще четыре места прочитаем быстро и совершу над той землей все слова мои которые я произнес на нее все написаны все книги что и риме пророчески изрек на все народы видите как все пророки говорят что написано для всех народов это написано не только евреям потому что мы то другой нации но ее перевели мы за переводчиков каждый день молимся сколько надо было знаний четыре духовной академии трудились несколько лет напоминаю что двое из переводчиков уже канонизированные филарет московский и алтайский глухарев архимандрит макарий марка 1226 а о мертвых что они воскреснут разве не читали бы книги моисея как бог при купине сказал ему я бог абраама и бог исаака и бог якова это между поисеями садукеями зашел спор а садукеи не верят что люди воскреснут ну как безбожники а господь им говорит ну вы что пророков мы не признаем но пять книг опять книг признаем он говорит это написанная бога авраама и исаака есть считали да он не сказал что был если у тебя было десять детей а остался только один остальные умрут и уж у меня один ребенок остался а господь их называют сейчас они живы авраам и исааков считали считали ну вот защита воскресенье с бог он не над мертвыми богу над живыми значит писание знаешь ни в одном споре тебя не сумеет победить а ты не спорь прочитал а дальше как хотят а надо доказать доказательство веры и неверия другого нету лука 14 семнадцать нет тогда вот и она двадцать один двадцать пять последний стих многое другое сотворил иисус но если бы писать о том подробно то думаю саму миру не вместить бы написанных книг нами разные варианты книгами буквально не вместить миру то есть сердце просто невозможно познать что с ними господь и 2 тимофеев 4 13 когда пойдешь принести филон который оставил в тройде у карпа и книги особенно кожаные особенно кожаные какие-то у него еще были не кожаные отсюда вывод писали то на пергаменте телящая кожа она тонкая ее выделывали так она года была на и писали тогда это очень дорого стоило и в откровении хотя бы один стих 1 11 20 раз слова книга употребляется в одном только откровении любите книги посмотрите какая у вас библиотека что там есть если вас за книги будут судить а нас уже судили за это блаженны вы люди будут искать эти книги то что видишь напиши в книгу и пошли церквам находящимся в классе в эфес и смирну и вперед гам и фиатиру и сардис и филадельфию и владелакию так 2 коринфян 1 последние 33 у меня там я не заметил слова скрижали посещается 29 раз а еще где скрижали я до сегодняшнего дня не знал а вот видите как висит у него только подружник у епископа и архимандрита это скрижали ни одной буквы не написано назвали скрижали за того интересно 33 давайте посмотрим где скрижали у нас у каждого должны быть скрижали вы показываете собою что вы письмо христово через служение наше написано не чернилами но духом бога живого не скрижальными не скрижет не на скрижали каменных но на плотяных скрижали сердце пишут такое есть в житях святых игнатия богоносца когда казнили вы разодрали а потом видимо там все разорвано сердце увидели на сердце написано любовь и там написано было иисус христос только об одном святом так говорится и здесь мы имеем скрижали сердца и дух святой написал там что мы избранные им называть нас святыми давайте оправдаем эти названия от христа которому доводит слава от нас во веки веков аминь